А Лапинагов, Аслан, да, он в синим кимоно. Итак, лучший результат Костоева, это первое место на Кубке Европы в Стамбуле, а также он был вторым на первенстве мира до 21 года. Очень такие интересные захваты взяли спортсмены. В этих захватах простаивать точно нельзя, поскольку вот такие они коварные и для одного, и для другого соперника. Слишком открыто стоят спортсмены. И Лапинагов, третье место, первенство мира, и первое место, первенство Европы 2014 года. То есть два борца, которые уже повидали вкус побед на международной арене. А кто же среди них сегодня окажется сильнее, мы увидим. Ну, во всяком случае, настроено и один, и другое хорошо настроено на победную борьбу. Ну вот, Костоев идет вот так. А Лапинагов такое ощущение, что где-то и настроил свой поединок тактически в ожидании ошибок Костоева. Ну, от второго номера работает он. Ну, сейчас подобрал нижний захват, и вот, либо будет бросок через бедро пытаться делать, либо что-то другое предлагать. Во всяком случае, до финала я делал хорошие подхваты изнутри Лапинагов. Да и Костоев достаточно прилично боролся, и таким задором, хорошим задором, моторно проводил все поединки, и, как спортсмены говорят, загонял всех в пятый угол. Хотя их всего четыре на татаме. Да, ну, а двух молодых титанов в джидо рассуживает Марина Бондарь, судья олимпийской категории. Судья олимпийской категории действительно достаточно приличный уровень, поэтому, ну, будем наблюдать за ходом поединков. Поединка с уверенностью можем сказать, что ошибки и недоразумения исключены. Ну да, пока ребят не позволяет себе ошибаться. Открытые захваты стоят и держат спортсмены, и причем эти захваты, они по новым правилам. Марина Бондарь принимает решение по Шидо, да, совершенно верно. Призвать к активности ребят. Получится ли активизировать у них 10 или нет, не знаю, но, во всяком случае, нам интересно наблюдать, будут ли броски, хорошие броски. Ну, вот к вопросу коса на камень, мне кажется, вот она. Да, скорее всего. Вот для коса, только кто коса, кто камень. Посмотрим, посмотрим. Ну, вот Лапинагов готовит подхват. И тут же косойка втачает его посадки. Оценка Юка. Хорошо поймал движение и обыграл практически свой соперник. Вот первым номером шел. С точки зрения дзюдо, что такое гибкий путь, да, что такое плоское единоборство, единоборство, увидеть, принять решение и сконтрить. Привернуть атаку соперника в свою пользу. На интуитивном уровне это порой делается, поскольку часто спортсмены не успевают подумать, а уже сделают. Ну, достаточно серьезные наработки делаются во время тренировочного процесса с тренерами. И спортсмены на уровне интуиции, на уровне чувствительности проводят все поединки. А если он в ход мысли пошел, то, соответственно, бросок уже не состоялся. Вот так бывает. Единственное, заранее, как уже говорили Габасов в предыдущем поединке, я просматривал, говорит, несколько поединков, даже не знаком был соперником, но просматривал его несколько поединков, соответственно, делал определенные выводы. Стратегию, тактику они уже определяют, естественно, до хода поединков совместно и со своими тренерами, да и сами достаточно мыслящие спортсмены уходят и попадают в финальный блок. А вот это Вазарий. Вазарий. И, возможно, был и помн, я вам скажу. Красивый зацеп сделал. Ну, смотрите, какой поединок яркий, да? Ответ, пожалуйста. Ответный бросок. Очень достойный и красивый. А сейчас мы посмотрим, какую же все-таки оценку дадут судейства. Ну, перекат вроде бы был по спине. Не знаю, если будет возможность повторить и увидеть этот бросок, то мы сможем еще раз сказать. Вазарий липун был, но вот, по-моему... Решили пока оставить Вазарий. Не меняют ничего. Вазарий на Юка. У Костоев сделал Юку. И причем хороший такой бросок. С контр-атакующим действием посадка. А Лапинагова в Базаре подхват. С ощущением Япона. Зацеп сделал Лапинагов. Да, и хороший зацеп. Кстати, вот не с этого ли зацепа, не предвкушение этого зацепа были сделаны в вашей аккредитации и афиши. Ведь как раз именно... Вполне вероятно. Ну, посмотрите, на Тюменском чемпионате, на Тюменском первенстве России именно этот прием изображен. Ну, и практически так оно и получается. Единственное, спортсмены в другом кимоно, да? Лапинагов в синем, а у вас бросает белый спортсмен на картинке. Ну, это, конечно, все шутки. А борьба действительно идет серьезная. И борьба действительно бескомпромиссная, поскольку вот никто не хочет отстаивать и уступать. Костоев пытается взять второй захват для того, чтобы обыграть. Либо вперед, либо назад сделать атаку против Лапинагова. А Лапинагов тем временем очень четко стоит и делает подхват. Еще один бросок в Базаре. Вазаре, Вазаре, а у вас этот пункт. Вазаре плюс Вазаре родной пункт. Базаре, кусок подхватом изнутри и добивается победой на юниорском первенстве весовой категории до 81 килограмма. Лапинагов Аслан, представляющий Центральный федеральный округ и Северокавказский федеральный округ. Альберт Костоев, который достойно ему противостоял из Самарской области, представляющий Привовский федеральный округ. Ну, соответственно, занимает второе место, вешает себя на шею серебро и попадает спокойненько в состав сборной России. А что будет дальше, конечно же, покажет череда международных стартов. И кто будет выше. Ну, на сегодняшний день мы поздравляем обоих спортсменов. Ну, в большей степени, конечно, Лапинагенова.